Посмотри, сколько видео вокруг, зацени эти ролики, мой друг. Подпишись на канал, ты не забудь, поставь лайк и комментатором ты будь. Привет, ребятки, продолжаем проходить карьеры в игре FIFA 15 за торпеду Москва. Матч против Рубина в рамках Russian League. Ну и игра дома, прямо перед встречей с Барселоной. Довольно сложная игра нас ожидает, и посмотрим, к чему она нас приведет. Давайте посмотрим, кто будет играть вообще. Вот так вот сыграем. В принципе, у меня план есть уже. Не то я сделал, но он... Поменять можно рукавицу в основе. Так, все по идее. Багаев точно забыл совсем про господина Багаева. А, у нас Черышев еще жутко уставший. Так, да, так, да, так, да, так, да, Бютер. Потому что крайние полузащитники у нас с Репкость. Они все травмированы, нахрен мертвые. Лисея, Щук, ДП, Акча, это все крайние полузащики, которые как раз-таки вылетели напрочь. Ну вот, по идее, ДП скоро выздавит. Так, а вот левых защитников много. Кан, Бютер, Моролея, Багаев, Цибиков, ну то есть крайних защитников. Камбаров. Они все могут сыграть роль такой штуки, как кегля для жонглирования. В общем, если что, мы сможем ими неплохо так жонглировать, как я уже сказал, на заменах с той же самой Барселоной. Вот. А на место Черышева поставить уже некого будет. Хотя того же самого Бютера можно, но ладно. Я решил, что Черышеву надо отдохнуть, тем более он и на этот матч негоден, он жутко устал. Матч с Рубином. Они на седьмой позиции, мы на первой, но сыграем в ничью сейчас с ними или поражение будет от них. И все. Считайте, нету у нас первого места и, скорее всего, уже и не будет. Что вряд ли там Зенит как-то оплошает в дальнейшем. Хотя было бы неплохо, если бы они вместе с Динамо сейчас где-нибудь там проиграли. И у нас появился бы шанс. Ну, шанс на ошибку. Было бы хорошо, потому что с учетом плотного графика очень тяжело играть. Передача хорошая. Намулина, но там защита. Это любимая фифашная тема, когда футболист отбирает мяч и сразу же минус 100% у него по возможностям. Сейчас Новосельцев это продемонстрировал. Хорош Денингс, хорош Денингс. Хорош Денингс. А вот замах, наверное, не надо было делать. Бютнер. Ой-ой-ой-ой. Рикошет. Бютнер на отскоке подхватил мяч с правой ноги, послал его в створ. Там, рикошетик. И в итоге... И в итоге отвар... Ой, угловой, грубо говоря. Стиванович Накана. Принял мяч, ударил рикошет. Мяч в руках голкипера. Что ты будешь делать? Уносить. Уносить. Хорошо, неплохо справились. Кан. Вперед на Денингса. Хорош Денингс, смотри, что творит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо было катить в дальний угол. Я зачем-то в ближний пробил. В итоге рикошет. И в итоге... Мяч в руках голкипера оказался. Ко всему прочему. Хорош. Камиль Мулин на прессинге так подавился. Пободался, точнее. Быстренько мячик потерял в аут. Увел, точнее. Отобрали у Денингс. Ух ты. Ух ты. Ким Шинвук как, а? Одним движением, да? Обманул нас. Был нарушение правил. Мяч у Рубина. Быстро разыгрывать не стали. Половина Рубина на нашей половине поля. Больше даже, чем половина. Вот это да. Вот это да. Мяч наш. Камиль Мулин. Бютер там завертелся, закрутился. Было нарушение. Вроде как судья решил, что это игра в пределах нормы. Канунников, Максим. Вновь Максим. И Багаев тут кладется перед ним. В подкате стелется, точнее. Но по мячу не получается у него попасть. Устинов на правом фланге против него. Багаев на вес удался. Ого. Почему-то не пробил поворотом, а сыграл назад. Странное решение Бютнера. У Бютнера, точнее, появляется возможность. Прострел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мячик поднялся над воротами. Очень опасненько. Стыванович. Играет на Александра. Принял мяч, пробил и попал в защитника. С очень много ударов. Очень мало в створ. Вакасо. Очень много при этом ударов попадает в защиту. Ух ты, как Вакасо обходит Кана. Тут Бютнера на подстраховке. Кан на подборе. Дэни Инкс на Новосельцева. Дальше Мулин. И мяч потерян. Играть приходится назад. Кан. Дэни Инкс. Вновь Кан. Перевод на Багаева. Стыванович Новосельцев получил мячик. Бютнер. Передача на Дэни Инкса. Дэни просто зверь. Дэни Инкс. Красавчик. 1-0. Дэни Инкс. Дэни что-то бешеное творит сегодня. У него фарт на фарте. Смотрите. Четверых неудел оставил. Еще и гол забил. Пятый гол Дэни Инкса в Лиге Чемпионов. Хотел сказать. В Российской Премьер-лиге. Мавинга. Ну. Гол это неплохо конечно. Надо бы еще забить. Потому что сейчас возьмет. Да. Отыграется. Рубина. Еще нам делать. Хорош Новосельцев. Вот она передача. Отличнейшая. Отличнейшая. Иннокамиля Мулина обрезала всех защитников. Вообще. Оставляя позади мяча. Ну и заодно еще и Камиля Мулина тоже. Бокасон. В одно касание Джалилову. Мяч Уст Ивановича. Цибиков. Открытый фланг. Цибиков. Замах. Цибиков. Цибиков. Это гол. Цибикова. Ничего себе. 2-0. 41-я минута встреч. Реально смотрите. Цибиков забил. К сожалению. Голевой передачей. Из-за того. Что. Защит. Ой. Голкипер отбил. Первый удар. Уст Ивановича не будет. Но зато. Гол. И то хорошо. Александр Цибиков. Первый гол. Возможно. Самый важный. В его карьере. Гол. Стиванович. На Мулина послал мяч. В надежде на то, что этот окажется Суперменом. Но до Супермена Мулину далековато. Ты. Ух ты. Ошибка какая. Моралэ. Не было нарушения правил. Рукавица. Играет на Денингса. Бютнер. Молин. Бютнер. Уновь Денинг. Нет. Не получилось так обвести. Бютнер. Сдалека пробил. И очередной угловой заработал. Слушайте. Все удары Бютнера по-моему летят. Не в створ. Давайте-ка еще раз туда забросим. Кан. Пяточка. Ну не пяточка. Я так откатил задом. Попытался точнее откатить на Денингса что ли мяч. Не вышло у него. Ну и в итоге потеря. Первый тайм заканчивается счетом 2-0. Неплохо. Терек Грозный. Дома выигрывает Краснодара 1-0. Стиванович. Слышали, да? Там что-то говорит про ремонт. Стиванович. Попытка сдалека пробить до Лебора. Два удара, один гол. Ну да. Такая статистика. Отворот. 47-я минута. Неплохо. Есть свои плюсы того, что Новосельцев на опорной зоне стоит на месте опорного полузащитника. Обыгран. Обыгран. Ну обыгран же защитник. Как ты мяч-то оставил? Я не понял. Вообще не понял, как до Лебора оставил мячик защитнику. Он же его реально обыграл. Устинов. Хорош, Канн. С этим не шутить, Бютнер. Да не Инксу. Ай, не прошла передачка. Ай, не прошла. Не у того защищает. Не от того, точнее, защищает. Наш Новосельцев. Опа, это нарушение правил. Мне кажется, надо менять Мулина. Он жутко устал. У нас Муна. Тем более, что есть на кого, да? Извините, наушник поправил. Так, ну и попробуем Сердаром только что-нибудь показать. Дьяков. А вот он, шанс для Сердара сразу же. С Тыванович на дриблинге. Это интересно. Кулик. Моролея на перехват. Хорошо, Бютнер. Отлично. Дэни Инкс. Надо было на ход давать, наверное, все-таки. Мяч у Рубина. Мяч у Рубина. Вакасо. Вилла. Отлично, Стыванович. Отлично. Всего лишь разок. На перехвате. Точнее, на отборе. А на перехвате как раз-таки... На передаче, точнее. Извините, что-то я заговариваюсь постоянно. На передаче уже не активен. Дэни Инкс. Это нарушение правил. Нет. Нет. Судя считает, что не было нарушения. Интересное мнение. Вакасо. Бютнер сзади неплохо сыграл по мячу. Опа. Нету наших двух центральных полузащитников сразу же. Мавинга. Неплохо контролирует Рубин мяч. Канунников Максим. Моролей не позволил в глубину штрафной подать этот мяч. Гарлс Эдуардов вместо Джалилова вышел на поле. Тараканов на Новосельцево. Да не туда, но Сердар, ну ты же на фланг должен сразу бежать был. Странное решение очень Сердара было. Видел, что фланг открыт, а центр закрыт двумя. Он побежал в центр. Зачем? Вакасо. В одно касание неплохо разыграли. Можно продолжать навес. Это офсайт? Да. Да-да-да, это офсайт. Так, что у нас тут? Чуть-чуть жопушкой пахнет. Зуев выйдет на поле. И Савичев. У рукавицы Накана. Не достали защитники этот мяч. Вот он! Сердар Азмон имел неплохую возможность отличиться. Устинов, прошу прощения. Устинов. Вилла. Аут. Семь седьмая минута. Устинов уходит. Кобайкидзе. Или Кобахидзе. Вышел вместо него. Дэни Инкс. Сердар. Багаев. Цибиков. Ух ты! Вот можно было падать Сердару. Стиванович. Сдалека с Накатико. Оп, приложился как пушечка. Попадал бы еще в створ. Цены бы не было. Последний раз в створ он так сдалека очень давно попадал. Кулик. Кобайкидзе. Отлично, Моролея. Просто красавчик, да, в последние... В последние минуты. Нарушение правил. Причем со стороны Рубина. 85-я минута встреч. Стиванович. Цибиков. Стиванович. Зуев. Открыли Цибикову пространство. Навес. Сердар. 3-0. Сердар с подачи Цибикова забивает. И Цибиков, похоже, лучшим игроком встречи становится. Да, в нижний угол Сердар Азмон. 17-й гол свой забил. 3-0. Как-то интересненько. Можно особо теперь не бегать. Чтобы... Чтобы не тратить силы. Но мы все-таки побегаем, по всей видимости. Ох, не прошла передачка. Ох, не прошла. А так красиво задумали. Кан. Денингс. Савичев. Стиванович. Савичев. Даниэль. Это угловой? Нет. Это мяч вратаря. 4 минуты добавлено. Не знаю, там, сколько прошло. Савичев. Сердар Азмон. Убран защитник. К 1-2. Ух ты ж, мать! Удар в штангу. И на этом матч заканчивается. А чуть было красивейше. Гол не был заколочен. Ворота Рубина. Дубль Сердара был бы очень-очень кстати. И да, лучшим игроком стал Александр Цибиков. Гол плюс пас на его счету. Смотри, вся тройка атакующая забила. Денингс Азмун Цибиков. Голевые передачи за Бютнером Цибиковым и Стивановичем. Рейтинг. Васильцев хороший. На 7,1. Бютнер 8,2. Вот это там выходило место. Зуев 6,5. 84. 8,2. Ингст. Иванович 8,2. Неплохо. Молодцы. Моролея красавчик. Тараканова просто времени мало было. Творите. Один удар всего лишь Рубина. Был 0 в створ. 13 ударов. 10 в створ у Торпеда. Подавляющее такое преимущество. Очень-очень неплохо. Пресс-конференция. Австрия. Отклоняем. Контракт принят. Принят. Еще понаприняли. Часам Балунгу. Я недоволен. Я заслуживаю большего внимания со стороны первого состава. Если я не буду получать достаточно игрового времени, мне придется поразмыслить над своим будущим. Дружище, ты сейчас можешь стать чемпионом Лиги Чемпионов. Чемпионом Кубка России дважды. Чемпионом России. И ты, сука, еще рот открываешь. Ты уставший был. Мать твою. Спасибо, что дали мне сыграть, босс. Я думаю, я провел хороший матч. Мне это же понравилось. Придурок тупой. Часам Балун. Вообще, блин, необоснованные какие-то претензии. Долбоящера. Состав. Как он там? Ну вот, вот. Почти весь состав отдохнувший. Круто. Круто. Действительно круто. Мне кажется, Сердар опять же на замену выйдет. Ладно. Увидимся на матче с Барселоной в следующей серии. Пока давайте посмотрим на таблицу РФПЛ. Хочу посмотреть. Так, здесь у нас уфайт. Я помню, да. Зенит не отступает. Зенит не отступает. А вот Динамо сдал позицию. Там ближайшим соперником теперь ЦСКА является. Который, кстати, с нами будет играть еще. Так что опустится у Динамо будет возможность. Ну, я надеюсь, что опустится. Я надеюсь, что мы выиграем у ЦСКА тоже. Вот такие дела. Да, у нас четыре поражения, конечно. Но побед больше, чем у всех. Это хорошо. Ладно. Ребята, увидимся опять же на матче с Барселоной. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Привет. Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект. PZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на PZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.